Всем доброго времени суток! Меня зовут Андрей Петров и вы на моем канале. Сегодня у нас будет распаковка телевизора Samsung QLED TV 2018 года Q7F. 55 диагональ, 138 см. Давайте посмотрим обозначение модели. QE55Q7FNAU. Данный телевизор изготовлен в России. Завод-изготовитель Samsung Electronics Rus-Kaluga. Данный телевизор является 4K Ultra HD. Откроем коробку, посмотрим. OneConnect. Я так понимаю, это сами мозги, которые идут с телевизором. Краткое руководство по установке. Тоже нужная вещь, чтобы почитать. Здесь у нас идет оптический шнур. И шнур подключения самого телевизора. Также пульт инструкции. Чуть позже рассмотрим детально. А здесь у нас идет... Сейчас посмотрим, что это. Это была у нас одна из частей крепления телевизора. То есть его подставки. Сняли сверху картонную упаковку. Здесь мы видим сам телевизор. Вторая часть подставки самого телевизора. Ну вот такой вот тоненький телевизор внутри. Вот так выглядит сам монитор телевизора. Достаточно тонкий и очень так, скажем, нужно аккуратно с ним обращаться. Здесь у нас должно располагаться крепление ножки. Чтобы его прикрутить, нужно его аккуратно снять с вот таких вот застежек. Очень полезная вещь. Это краткая инструкция. Как правильно его распаковать, положить, прикрепить само крепление ножку. Видите, как снять, закрепить ножку винтиками. Подключить сюда в разъем One Connect. Накрыть декоративную планочку и эту крышку сверху. Здесь у нас есть крепление под настенная панель 200 на 200. Действуем согласно инструкции. То есть снимаем вот эту пластиковую декоративную крышечку. Сниматься она немножко трудно на застежках. В комплекте есть крепежные винты. И сама вот эта панель немножечко заводится в пазы. Вот так вот становится на место. Дальше ставится вот такая вот нижняя металлическая часть, на которой будет стоять телевизор. То есть ставится на пазы. Но опять же, как все показано в инструкции по монтажу. И тремя винтиками закручивается. Так, когда мы закрутили три винтика, прикрутили ножку. Дальше у нас по инструкции идет укладка кабеля. Кабель у нас здесь запакованный. Сейчас его достанем и будем подключать. Так, здесь у нас пультик. Вот этот кабель, который идет сюда. Питающий кабель. Четыре, я так понимаю, удлинителя для крепления на стену. Полезная штука. Вот такая вот интересная штука, почта на струксы куда-нибудь. И изгиб под ТВ-антенну. Тут также идет тряпочка и руководство пользователя. Так как это у нас оптический кабель, то есть его нельзя сжимать. И если делать узелок, то диаметр не меньше 10 сантиметров. Для того, чтобы хорошо передавалось изображение на телевизор. То есть опять же напомню, кабель тут оптический. Вот этот оптический кабель подключаем сюда. Здесь у нас задушка. Я так понимаю, чтобы ничего не повредить и не попала туда пыль. Все, защелкнулось. Дальше прокладывается кабель в саму ножку. Дальше по инструкции накрывается вот эта крышка. Вот так это все выглядит. И закрывается вот эта крышка. То есть тут у нас выступ. Надо сначала туда вставить. Все, закрыли. Вот так это плюс-минус выглядит. Сами мозги от телевизора находятся в отдельной коробке. Вот так они выглядят. Черная коробочка. С обратной стороны у нас разъем под питающий кабель. И здесь у нас OneConnect выход, который подключается к телевизору. То есть что еще мы видим здесь с обратной стороны. И X-Link. Антенна IN. То есть два каких-то входа. Common Interface. Digital Audio Out Optical. OneCab для интернета. И HDMI 1, 2, 3, 4. И тут какое-то обозначение IRC. OneConnect. Ну, собственно, и все. Давайте соединим это все и включим телевизор. Также не доглядел. Сбоку здесь есть USB 2 выхода на 5 вольт 0,5 ампер. Под HDD 5 вольт 1 ампер. Также 5 вольт 0,5 ампер. То есть сюда можно подключать жесткие диски большой емкости. На терабайт, я думаю, тоже должно подключиться. То есть здесь мы дали питание. А питание на сам телевизор идет через вот этот один оптический кабель. Также сам пульт к телевизору очень интересный. Он металлический. Очень приятный такой на ощупь. Давайте включим телевизор, посмотрим. То есть включился он просто молниеносно. И нужно его подключать дальше к программам. То есть MegaGo в принципе уже здесь подключено. Ну, сам видеообзор данного телевизора, я думаю, сниму немножечко позже. А пока мне всем спасибо за просмотр. Если понравилось данное видео или было как-то полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok